Приветствую вас, Кристина. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что я не совсем понял, кому вы задаете свой вопрос. То есть вы как будто бы спрашиваете нас про будущее, но психологи-то не гадают, психологи-то как бы не занимаются предсказаниями, именно вот предсказаниями психологи не занимаются. Психологи, по-моему, помогают человеку разобраться с собой, да, психологи помогают человеку лучше вот себя понять. Будущее мы не предсказываем. Поэтому я бы сказал, что здесь вы, наверное, немножко ошиблись, или, может быть, как вариант, немножко не туда свой вопрос направили. То есть вам, может быть, имело бы смысл свой вопрос направить в раздел эзотерики, если вы хотите, чтобы вам, как бы, ну, будущее предсказали. Это первый момент. Второй, второй момент, второй момент, на который хотел бы обратить внимание, вы говорите, как не настраиваться по мелочам, да. Вот, ответ, на самом деле, здесь будет одновременно и простым, и в то же время несколько сложным. Потому что дело все в том, что вы здесь по факту говорите про контроль. Вот, вы здесь говорите про контроль, про свое желание все контролировать, про доминирование ваших представлений, например, что все должно быть идеально, что все должно быть хорошо, что все должно быть вообще великолепно. Вот, над тем, что все действительно происходит с вами. Вот. Надо сказать, что, вот, в контексте боли, да, например, что человек, такое вот существо, существо, которое, не вынесет той боли, которая, ну, для него, которой для него слишком много. Вот. Поэтому, эээ, страх, такой вот, эээ, физиологический, скажем, с точки зрения, да, страх боли, он необоснован. Но, мне кажется, что вы боитесь более, эээ, в рамках, знаете, эээ, я бы сказал, эээ, в рамках, эээ, страха, эээ, потерять контроль. Вот, вот, мне кажется, мне кажется, так, эээ, мне кажется, вот, такой момент, эээ, я бы, я бы здесь, эээ, наверное, раскрыл бы. Да. То есть, боли, это уязвимина, что-то слабо, что-то, ээээ, какая-то такая, точка, когда, когда вам нужно, эээ, довериться кому-то. Вот. Да, это вот, эээ, ну, такая вот точка, когда, ээээ, нужны на кого-то операции. Вот. А это, эээ, страшно, как правило. Вот. Страшно, особенно, если у вас есть определенная тревожность по поводу людей. Если вы доверяете людям с, эээ, некоторым для себя трудом. Вот. И, соответственно, конечно, вы боитесь в этом случае более, там, пожалуй, пожалуй, нормально и естественно. Вот. Но, эээ, нужно смотреть, что, эээ, там есть, е-е-еще. Помимо, эээ, того, что вы боитесь в борт, да. Вот. Ну, нужно смотреть, что там есть еще. Да. Эээ, ну, вот, в болезни, в болезни, если посмотреть, что там есть еще. Эээ, я думаю, что достаточно быстро вы придете к определенному, эээ, эм, эээ, эээ, ну, к определенному такой, эээ, точно, точке, точке времени, эээ, касаемо себя, вот. что такое тревожность? Это некое сдерживание себя, это некоторое непозволение себе быть. Такой, какой быть вам, вероятно, хочется. Хочется не на уровне чувств, точнее не на уровне интеллекта, а хочется быть на уровне эмоций. Да? Ну, например, вы не чувствуете себя сейчас готовой стать эмотором. Да? Но вы требуете этого от себя, стать эмотором. Прям вот требуете в буквальном смысле этого слова, требуете от себя быть эмотором. Что говорилось об этом, что я должна быть эмотором. И не важно, как бы, да, хочу я этого или нет. То есть я вообще так-то не готова, но должна. И вот, примерно, 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 примерно так и строится ваша, как мне кажется, стратегия. Поскольку. Примерно опять же повторюсь. Я не знаю, как наверняка, но попытка вот игнорировать то, как, какая вы. попытка быть такой, какой быть вы пытаетесь, ни к чему не приведёт. Так или иначе. Поэтому история здесь примерно вот про это. История здесь примерно об этом, плюс-минус, плюс-минус. Мне кажется, вас пугает за мужество, ибо вы, вероятно, не уверены в том, что быть счастлив. Это связано опять же с тем, что своего молодого человека, будущего мужа, вы выбираете головой. Я должен быть замужем, условно говоря. Я должен быть замужем, я должен иметь детей, условно говоря. Хочу я, или не хочу иметь детей, это не так важно. Как бы, я обращал. Вот это, наверное, такой вот ключевой момент. у вас, вот, имеет место быть. Ээээээ. Это вас, не может, натяготить. Потому что вы не чувствуете себя, собой. Ну, не ощущаете себя собой. Это нормально. Вы не ощущаете себя собой в данном случае. Но это можно исправить. Да, кому-то, может быть, в первую очередь, даже вам, это не понравится. В том смысле, что вам будет неприятно. Понимаете, что, вот, и это все я, и это я, и я вот, я такая. Ну, будет общество. Такой, примерно, хоть мысли. Вот. Да, это вы. Вы такая. Не совсем та, какой я себе представлялась. И вам нужно будет смотреть на новые опоры. Вам нужно будет смотреть на новые, ну, ценности, да, по жизни. Новые жизненные ценности. Вам нужно будет стараться быть более, более внимательным к себе. Пытаться, по крайней мере, быть более внимательным к себе, потому что поначалу это может быть довольно сложно. Поначалу это может быть довольно непривычно. Но, тем не менее, тем не менее, это то, без чего, ну, наверное, не получится. Вот. Тогда и боли у вас станет гораздо меньше. Точнее, вот. Как я думал, что более идет волос. Вот. Такой, мне кажется, можно дать вам ответ с позиции психотерапии. С позиции психолога. Вы пытаетесь контролировать будущее. Ну, вот. Сейчас. Вы пытаетесь вмешиваться, да, вы пытаетесь его предсказать, чтобы чувствовать какую-то защищенность. Но, правда в том, что вы не доверяете себе. Вот. И, не доверяя себе, у вас появляется эта потребность в недоверии к себе, постоянно, постоянно себя же как-то защищать. Вот. Ну, как бы, это сложно. Это очень энергозаправная история. Когда мы пытаемся себя защитить. Когда мы пытаемся, вот, ну, таким образом себя защищать. Это очень тяжело. И вы находитесь в этом напряжении. Вот. Снова и снова и снова и снова и снова. И, как мне кажется, как мне кажется, где-то в глубине души чувствовать, что нет у этого ни конца, ни края. Чувствуете, что ничто не может вас успокоить. Ничто не может вас полностью успокоить. И это, как мне кажется, как мне кажется, вполне закономерно. Это действительно так. Больно. Это больно. Это больно. Да. Это больно. Но это так. Вот. Чем быстрее вы это признаете, тем лучше будет для вас. Вот. Чем быстрее вы пригнаете этот момент, тем лучше будет для вас. Потому что вы тогда, может быть, может быть, только может быть, посмотрите куда-то вот, ну, в другое направление. Да. Вы посмотрите в какой-то другой вектор, посмотрите куда-то еще. Ну, то есть вы посмотрите в какую-то другую немножко сторону. Вот. и получите шанс для себя. Получите шанс. Ну, я бы сказал, вот, несколько более, может быть, счастливый. Вот. Ну, более счастливый, чем сейчас вы находитесь. Вот. Несколько более счастливый и, может быть, даже несколько более безмятежный. Вот. Потому что сейчас у вас много, достаточно, ага, тревог. Вот. Сейчас у вас много достаточно таких переживаний. Вот. Вот. От всего этого, ну, в принципе, можно, можно, можно уйти. Вот. От всего этого, все это можно прекратить. Вот. Ну, да. На этом потребуется определенная работа. Конечно. Так просто не бывает. Вот. Чтобы, чтобы, чтобы вот, было и просто вот получилось. Так не бывает. К сожалению или к счастью, но вот так не получилось. Поэтому, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вам к своему молодому человеку обратиться и рекомендовал бы вместе с ним посмотреть, поисследовать, поработать своими отношениями или над своими отношениями. Как угодно, в принципе. Как угодно это можно называть. Не сорвать, как это называть. Вот, и если вы готовы, то, как мне кажется, работу можно начинать уже сегодня, лучше начинать ее уже сегодня, лучше начинать ее уже сейчас. Вот, чтобы не оттягиваться на этот момент. Если готовы, боитесь, ну, как бы, отложить можно всегда, но к чему это приведет? Ну, а мы, взгляд, не к чему хорошим. Тревога-то, она сама не уйдет. Вот. К сожалению. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что для себя определенные выводы вы сделаете. Надеюсь, что вы сделаете. Надеюсь, что пищу для размышления мне вам дать получилось хотя бы немного. Вот. Надеюсь, что это будет вам на пользу. Я хочу пожелать вам пожелать вам пожелать вам всего самого доброго. надеюсь, что надеюсь, что вы дадите мне обратную связь на ну, на мой ответ. Это могло бы послужить послужить началом вашей работы над собой и соответственно изменений в вашей жизни. Вот. Я желаю вам еще раз самого всего доброго и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом. Дальше.